Многие этого ждали, многие не дождались, но я наконец-то показываю нелогичные моменты в Half-Life 2. Сиквел легендарной Half-Life про легендарного Гордона Фримена от не менее легендарной компании Valve, но с нелогичными моментами внутри. Не будем тянуть Джимена за чемоданы и сразу начнем. У вагончика, в котором приехал Фримен, нету сцепки. Вот так вот прямо в самом начале игры есть нелогичный момент. И это довольно странно, что здесь отсутствует сцепка, потому что у соседних вагонов она есть. Также я хочу сказать большое спасибо Снайпу, который помог мне найти большинство моментов из этого видео. Следующий момент находится тоже практически в начале игры. После неожиданной встречи с Барни, он попросит Фримена выйти в окно, как бы это странно не звучало. И чтобы это сделать, надо будет поставить любой из предоставленных ящиков. Но мы этого, конечно же, делать не будем, и просто выкинем один за другим в это самое окно. Таким образом, Фримен останется в безвыходном положении, несмотря на остальные ящики внизу. И о чудо, как только мы это сделаем, последний ящик снова будет появляться. И я понимаю, что это игровая условность. Для таких моментов у меня даже есть рубрика «Необычные явления», которая выходит только на Хэллоуин. Следующий нелогичный момент находится в не менее узнаваемом месте, где комбайн заставляет вас кинуть банку в мусорку. Сдерживаем себя от желания кинуть в него эту банку, чтобы он за нами не бегал. Спокойно ждем, пока он нас пропустит, и приближаемся к следующему нелогичному моменту. Лично мне он бросается в глаза. На одной из стен вокзала часы висят прямо на окне. Мне кажется, что такого быть в принципе не должно. Вы когда-нибудь видели, чтобы часы висели на окне? Лично я никогда такого не видел, может быть я ошибаюсь. Но здесь все же полно места, куда можно повесить эти часы. Да даже если бы они висели на оконной раме, которая справа от них, вопросов было бы уже гораздо меньше. Их бы вообще тогда к этим часам не было. Пойду лучше кину банку в этого комбайна. В убежище профессора Кляйнера Гордону наконец-то предоставляется возможность надеть свой костюм. У которого есть маленькая особенность. Мы определенно точно видим, что костюм без какого-либо шлема. И как только мы его наденем, появляется худ. Но нас интересует совсем не это. Хотя знаете ли, тоже вопросик. Где этот худ отображается? Больше всего нас интересует то, что в костюме можно зумиться. Без него вы этого сделать не сможете. Это можно делать только в костюме. И вопрос, как он смотрит через этот костюм? У него же нет шлема, через что он зумится? У Фримена что, глаз киборга какой-то или что? Может я реально чего-то не понимаю? Объясните мне пожалуйста в комментариях. Через что он зумится? Он что, засовывает голову внутрь и смотрит через грудь? Через эту лямбду? Я очень жду вашей версии. Следующий момент находится перед лодочной станцией, на которую прибывает Гордон Фримен. Поднявшись наверх, чтобы войти внутрь, вы обнаружите мостик, под которым Фримен еще до этого проехал. Судя по всему, этот мостик ведет к выходу в город. Но я думаю, вы уже заметили, что выхода там-то собственно и нет. Еще раз обращу ваше внимание на дверь, в которую нам надо войти. Она как бы здесь есть. И на другой стороне мостика двери нет. Там отсутствует дверь, то есть куда ведет этот мостик, непонятно. Для чего он сделан и зачем он нужен? Неизвестно, там просто забыли дверь. Там всего-навсего нужна просто одна маленькая текстура. В течение прохождения игры вам будут встречаться ящики с патронами, гранатами и прочими припасами. В общем, достаточно обычный предмет использования. Но внутри него есть кое-что необычное. Или правильнее сказать, нелогичное. После того, как я взял гранату, вы могли заметить, что несколько штук там исчезло. И как только я возвращаюсь к этому же ящику, они снова там лежат. Также исчезают, а потом также появляются. На этой же лодочной станции, когда Фриман расчистит себе путь и сломает ворота, можно заметить еще один нелогичный момент. Он находится позади Фримана, внутри здания, откуда он пришел. И, собственно, это просто труба. Труба, которая ведет в стену. Но на самом деле за ней ничего нет. Это можно заметить, когда Фриман уже продвинется вперед. Мы просто останавливаемся и видим, что эта труба никуда не вела. Зачем она тогда там нужна, можно спросить только разработчиков. Но никто не станет отрицать, что это странно. А вот следующий момент будет достаточно грустным. Одному из участников сопротивления не удалось спастись от муравьиных львов. Но он все еще жив, и его может спасти Фриман. И мы постараемся. Однако, если у нас получится, он все равно умрет. Способ, конечно, не из самых лучших. Но мы же убили муравьиных львов. А значит, он спасен. Да, собственно, не важно, как мы их убьем. Их можно убить абсолютно любым способом. Даже, чтобы не пострадал участник сопротивления. Однако, игрой задумано, чтобы он умирал. И именно это грустно в этом моменте. Мы можем его спасти, а игра говорит нет. Зомби из Half-Life 2 очень страшные и внушают ужас. Но есть кое-что, что заставляет над ними посмеяться. Казалось бы, у зомби нет никаких препятствий, чтобы добраться для своей цели. И кто бы мог подумать, что препятствием будет окно. В общем, зомби никаким образом не могут через него пройти. Если вы переступили окно, он за вами не пойдет. И за этим можно наблюдать бесконечно. Однако, в какой-то момент, он решил просто уйти. Мне кажется, это тоже как минимум нелогично. Помимо того, что он не может залезть в окно, он еще принимает решение. Но оказывается, он тоже решил меня потроллить. Иногда в игре можно встретить вот такие вот газовые баллоны. И, конечно же, первое, что приходит на ум, это их взорвать. Но, к сожалению, нас ждет разочарование. Эти газовые баллоны, к сожалению, не взрываются. Как бы вы ни старались, стрелять по ним и прочее, этот баллон взрываться не будет. Хотя на нем даже есть значок огнеопасно. И я пытался делать это с помощью оружия разной мощности. Но совершенно ничего не способно его взорвать. И мне уже кажется, что там значок не предупреждения, а то, что этот баллон не взрывается. В миссии под мостом, когда нам надо открыть защитное поле, можно встретить различные постройки и мостики. Через эти постройки мы должны будем пройти вперед и вернуться назад. Правда, после успешного возвращения можно заметить один нелогичный момент. И сделаем мы это с помощью арбалета, который нам перед этим дали. Если прицелиться на мост, можно увидеть, что постройки отсутствуют. Но как же так? Мы же ходили через них туда и обратно. Куда они вдруг решили пропасть? Это очень... И очень... Глупо. Загадочное исчезновение есть также в миссии «Следуй за Фрименом». На здании банка, когда вы будете чистить крышу, у него есть вот такие вот пристройки. Они, конечно же, не являются частью банка и были сделаны комбайнами. А не заметить это сооружение просто невозможно. Но после того, как вы спуститесь с этой крыши, чтобы разделаться со страйдерами, эти постройки вдруг неожиданно куда-то пропали. Следующий момент находится уже в самой цитадели. Фримен забирается в транспортную капсулу. И весь ее путь это сплошной нелогичный момент. А все потому, что она периодически отходит от рельса, по которому едет. А ехать она будет достаточно долго. Зная об этом, эта поездка уже кажется не такой уж веселой и интересной. А в некоторых местах за Фримена становится даже немножко страшно. Вот, например, здесь он просто начинает левитировать. Она летит, а рельс находится намного дальше. Это очень странно. А сразу, как только вы освободитесь из этой транспортной капсулы и будете просто стоять на месте, к вам подбегут комбайны и тоже будут просто стоять на месте. Однако не убивайте их. Притяните с помощью грави-пушки эту транспортную капсулу и ляжьте в нее. Они также будут на вас просто смотреть. Следующие нелогичные моменты я уже покажу в эпизодах Half-Life. Их будет всего два и в каждом по эпизоду. Но зато они полноценно могут считаться самыми нелогичными. Особенно с самой последней. Также не забудьте подписаться на канал, если вы здесь впервые. Пробираясь через город вместе с Аликс, обратите внимание на дома. А точнее на их балконы. Это же те самые балконы, на которые нельзя выйти. Я это показывал еще в CSGO в самом первом видео нелогичных моментов. Так вот где их первый источник. Оказывается, они были задолго до CSGO. Объясняю для тех, кто сталкивается с этими балконами впервые. А кто уже знаком, давайте немного поностальгируем. В общем, у этих балконов нету двери, а значит на него в принципе невозможно выйти. И тогда создается вопрос, зачем нужен этот балкон, если на него нельзя выйти. Вы либо сделаете там текстуру двери, почему-то с этим проблема, кстати. Либо просто уберите балкон, чтобы не нагружать компьютеры того времени. Последний нелогичный момент будет связан с гномом Чомски. А точнее достижением, которое за него можно получить. Для этого вам надо его просто пронести через всю игру. Всего лишь-то. Но кто это достижение уже выполнял, думаю, меня прекрасно понимает. Сначала с этим, конечно же, никаких проблем нет. Но потом Алекс и Гордон находят машину, на которой Гордону придется ездить всю игру. И просто положить гнома в эту машину никаким образом не предусмотрено. А в конце игры, когда мы этого гнома уже положили в ракету, в машине делают апгрейд. И он еще называется полочка для устройства Магнусона. Полочка! А почему бы не сделать этот апгрейд в начале игры, чтобы у меня была полочка для гнома Чомски? Чтобы мне не приходилось тащить его сначала в конец карты, а потом возвращаться за машиной? Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, оставляйте большие пальцы вверх. Жмите по подсказкам, жмите по конечным заставкам. Не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!